Есть люди, которые бы с удовольствием, не за живот, а за совесть, пошли бы этим заниматься и действительно приехали куда-нибудь. Мы бы, конечно, вас с удовольствием к себе, врачи всех хотели на Украину. Да не потому, что не надо, а просто, во-первых, вам будет плохо, а нам нужны. Ну, такие вот дела. Ну, действительно, вот... Некоторых не пустят, другие там не пойдут. Да, новое Толстовство, новое какое-то, ну, я не знаю, там что-то вот Евсейство. Да не перестаньте. Нет, ну я шучу, конечно, там, не важно, что. Вот это нужно, потому что, и я согласен, вот вы очень правильную вещь сказали. Это философствие, потому что мы забыли, мы забыли, что такое философствовать. Мы забыли, что такое познавать мир через свою душу, через размышления какие-то достаточно серьезные, основные. А без этого, как оказалось, мир жить не будет, потому что люди погибают. Вот вроде мы забыли, вот у нас как бы и то есть, и это, и это, и все. А вот я когда началась вот эта вот ситуация на Донбассе, я писал, где же сказочники, где же люди, которые учат добро? Их нету, их все выгнали в заши и маргинализировали. То есть, и получается, что без людей, которые вот этот вот огонек мысли держат, невозможно, общество не может жить. Пускай их будет немного. Не всем нужно там писать сказки, не всем нужно там какие-то баллады писать. Не надо тем людям, которые пишут сказки, быть миллионерами или быть какими-то идолами. Их нет, и все. И все молчали те, кто мог говорить, и говорили те, кто должен был молчать. Вот все эти годы так происходило. И у нас происходило. Да, к сожалению. И все время говорят люди, которые должны молчать. А те, кто может говорить, и у кого есть хоть одно-несколько слов, а им не дают или они сами не говорят. Вот надо заговорить. Другим языком новые какие-то контексты культурные. Что-то неожиданное. К такому, как бы, вот как пластиковая такая возникла литература, подумаешь. Ну, это да, синтетически. Такой тонкий вопрос, потому что, ну, писатель уже как бы не властитель думы, а нам придется все-таки стараться овладевать каким-то... Мы попробуем немножко по-другому. Вот я приводил пример этого Сидорова, однофамильца, который меня поразил, когда в журнале напечатали. Вот он написал мысли Махатму. И привел мысли, которые были пригодны всего. Это было лет 20 или 30 назад. Я давно это. 30, скорее всего. И одни мысли без всяких... Это производило на меня, это производило ошеломляющее. Да, Валентин Сидоров. Абсолютно верно, спасибо. Не все мысли, но некоторые из этих мыслей были очень сильные. И они были новыми. Это были новые мысли. Не мысли Лао Цзи, не мысли Мо Ди и других, или китайцев, или японцев, или наших, даже флоренского с соловьевым. А наши мысли. Может они будут сначала не такие, как у флоренского с соловьевым, пожиже. Но потом может быть будет получше.